Россия не Америка. И поведение Путина, как будто он в Белом доме сидит, вот это, на мой взгляд, огромная ошибка. Теперь, к чему эта ошибка приведет? Первое. Гонка вооружений. Сейчас Россия тратит на оружие 40 миллиардов долларов. Это около 20% бюджета. Ну, Россия будет тратить, допустим, в два раза больше. Деньги придется брать у кого? У пенсионеров, у учителей, врачей. Таким образом, важнейшая проблема России, а именно бедность. Бедность. Когда моя мама получает пенсию 100 евро и платит за квартиру 70, у нее на жилье остается 1 евро в день. Путин будет заниматься производством оружия в это время. Ну, зачем моя мама? Я, конечно, своей маме помогу, нет проблем. И моя мама не пропадет, слава богу. Но у нас таких, как моя мама, еще 38 миллионов. Да? И 25 миллионов человек живут меньше, чем на 2 доллара в день. 25 миллионов. Путин будет строить танки и ракеты. Это очевидно. Гонка вооружений. Раз. Второе. Международная изоляция. То есть, исключение России из большой восьмерки. Большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Очень большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Я уверен в этом. И сколько бы Берлускони не любил Путина, вместе с Саркази на пару. Все равно есть общественное мнение, которое, ну, очевидно, они должны учитывать. В противном случае их просто избирать никуда уже не будут. Поэтому, очевидно, будут санкции. Дальше. Бизнес. Очевидно, что Запад будет ограничивать участие русского бизнеса в своих делах. Очевидно, совершенно. Вот сейчас он ограничивает Газпром. Чтобы Газпром не покупал, например, распределительные сети в Европе, чтобы не мог участвовать в приватизации и так далее и тому подобное. Справедливо считая, что Газпром – это не бизнес, а это политика. Справедливо считая, что Газпром – это политика. А с этого мгновения они будут считать, что любой русский бизнес – это политика. Таким образом, это удар по бизнесу. Наконец. Очевидно, что когда Россия в кольце врагов, то внутри страны будет усиливаться реакция, ксенофобия, то есть ненависть ко всем остальным гражданам планеты и будут усиливаться авторитарные диктаторские тенденции. Это очевидно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!